Мама, мама, мама. Здравствуйте. Главой Ливадийского поселкового совета и судьба Ялтинского зоопарка разрешалась. И тесно связано с Ливадийским поселковым советом и с Анатолием Петровичем Мамыкиным. Вот, еще раз говорю, ну, нас объединяет не только зоопарк, но изначально мы вообще обои из Курской области, что называется, земляки. Вот, да. Но не думайте, что этот фактор сыграл какое-то решающее значение. Нет. Мы прошли очень многое с Анатолием Петровичем, прежде чем вот в сердце и душе каждого из нас нашлось место друг для друга. И я, еще раз говорю, я всегда вспоминаю те времена, которые были при создании сказки. Это все в таком прошлом невозможном. Раньше были времена, а сейчас даже мгновений таких нет, господа. Все познается в сравнении. С удовольствием, Анатолий Петрович, одного из самых лучших, на самом деле, руководителей в Ялте. Прошу вас, Анатолий Петрович. В день вашего дня рождения, я хочу сказать, конечно, следующее, поздравляю, мы к этому вернемся. Ну, себя начну хвалить немножко, потому что перед вами еще заслуженный работник местного самоправления, Анатолий Петрович. Ну, к сожалению, уже не дали водительского поселкового совета. То есть, сделали объединенный оборуд, все советы остались за исключением водительского поселкового совета. Ну, в жизни все бывает, не надо быть им печально. Ну, все равно это царское место. За время, вот когда мы работали с Олегом Алексеевичем, у нас появились следующие объекты, которые, ну, наверное, славят Крым. Сказка. Театрорский живот. Пальмиро-палас. Ну, это объекты, которые действительно почти государственного уровня. При нас начали проводиться саммиты. Ведь, ну, действительно, саммиты в то время, когда были, было Украина, проходили каждый год, и мы принимали участие, подготавливали. То есть, мне вешали пыльчик. То, что отвечает в ливаде, это отвечал я. Потом задавали Министерству иностранных дел, все ли в порядке. Они поедали снимать, говорят, все, Анатолий, ты успокоишь, все, уходи. Вот. Весь негатив, который был при создании сказки, мы принимали на себя. То есть, не потому, что мы были умны, а потому, что мы не знали, как поступать. Здесь вот администрация президента Украины. Ну, нужно было в то время спорить с президентом государства. И я спорю. Это действительно факт, от которого никуда не пьет. Олег Алексеевич тоже нам что-то рассказывал. То есть, ну, как-то приходили к какому-то знаменателю. То есть, принимали решение. Внизу есть фотографии, когда проводится решение председателя президента Украины Жукова. То есть, дело дошло до скандала. То есть, все, Жуков решил разобраться, как ввести это дело дальше. Вы не поверите. Ну, в принципе, решили. Решили провести конкурс, который будет определять, что будет перед зоопартом. Поляна там какая-то, кто будет торговкой заниматься, кто торговлей. То есть, Жуков выиграл. У нас присутствует прокуратура. У нас присутствуют все представители пресса. Через три года, примерно. Та же самая прокуратура говорит, вы знаете, Анатолий Петрович, вы нарушили закон, вы там какой-то ерунду не сделали. Мы будем отменять решение. То есть, правила, которые существовали, ведь могли поменять в любое время. Ну, работая с нами, Олег Алексеевич наработал опыт, и, конечно, в Белогорске, он его реализовал уже практически полностью. Это строит. Еще, наверное, тренировался. Я хочу сказать, что вот у этого человека мы многому научились. Научились любить природу, научились любить животных. Для меня он маг, чародей, я не знаю, колдун, я бы уже сказал, шаман. Почему? Потому что заговаривать и договариваться с животными, так он не умеет никто умить. Это я объявляю абсолютно точным. Один раз я приехал, но не специально. То есть, он меня спровоцировал, приехал, а потом он говорит, вы знаете, у нас появился тегруль. Ну, тегруль и тегруль, ну, мало ли там животные были. А что произошло-то? Он меня завел в клетку. Потом, пока я смотрел на эту белую кошку, он уже с той стороны, с внешней, машет мне рукой и говорит, а вы остались, Николай Петрович, один на один. Я не знаю, что он ей говорил, или я что-нибудь вкусное, или там у меня какие-то есть дефекты. Одним словом, она есть, меня не стал. А второй случай уже здесь, в тайкане. То есть, он выходит ко львам, но и меня понесло. Тогда был порт еще жир. Ну, лорду я тоже чем-то не понравился. Он мне сбивает лапой, я поднимаюсь, он второй раз сбивает. Я спорить не стал. Ну, не знаю, что он сказал ему, тоже любому. Но он, Алексей Игоревич, он уже ушел далеко. То есть, я один на один. Ну, как-то было не страшно, вот в этом отношении. Ну, ведь что-то есть. Что-то выше. Это никуда не денешься. Мало ли ты животных, ну, с ними разговаривали, ну, знаете, как у Киплинга. Какие он знает слабо, какие заглянули, я не знаю. Наверное, да. Ну, а в ваш воскресенье, день рождения, 10-го, после Дня Победы, вы знаете, наверное, после Дня Победы, в такой день, 10-го числа, все считают, война закончилась. Мир, май, и мы смотрим большим подошвлением вперед. То есть, мы хотим жить дальше, развиваться и развиваться. Я и хочу, чтобы у вас все войны закончились. И мы могли мирно, мирно дальше продолжать жить. И приносить радость и посетителям, и всем всем, на благо Крыму и России. Спасибо, дорогой Анатолий Петрович. Попытки скормить вас хищником были шуточные. Вот, на самом деле, больше никогда не будет. Вот, сколько мамыкина они пытались съесть, закрыть, туда-то в клетке. И так далее, мамыкин живой. Вот, мамыкин, здравствуй. И он с нами. Спасибо, Алтолий Петрович, спасибо за добрый тост. Пожалуйста, господа, кто...